В Казанском федеральном университете состоялась встреча заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Марины Боровской с ректорами высших учебных заведений Казани. Помимо ректора КФУ Ильшата Гафурова во встрече приняли участие проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. На встрече обсуждались планы и результаты работы в области высшего образования как России, так и Татарстана. Заместитель министра рассказал о национальных проектах по трем направлениям – наука, образование и цифровая экономика, а также поставила задачу обеспечить трудоустройство выпускников. При этом в этой задаче университет должен стать самостоятельным работодателем. Мы много ругаемся на рынок труда, говорим, что посчитать не могут, запросить внять на них не могут, но мы сами для себя большой работодатель. Мы все время обновляем кадры сами, которые хотим себе добавить. После представители университетов представляли проекты вузов. Проректор по биомедицинскому направлению КФУ Андрей Киясов рассказал о развитии медицины в Казанском федеральном университете и влиянии на это направление в мире. Самое важное, что сейчас Казанский федеральный университет стал мировой площадкой для дискуссий в области о медицинных технологиях. Это и международные семена, ежегодный лайф-геном, жизнь геномов, так сказать, это Казанский воркшоп по прецизионной медицине, это постгеном. Ректор Ильшат Гафуров отметил, что медицинское направление охватывает все структурные подразделения. От биологов и химиков до математиков, физиков и лингвистов. У нас все направления очень важные, начиная от тротуаров, я условно говорю, заканчивая космосом, но самое ценное у человека все-таки это его здоровье, да? Больше ничего ценнее, но в принципе нет. У нас все новые направления, в частности медицина и подготовка специалистов, и образовательные программы, и в целом научные исследования, они носят распределенный характер. У ректоров остальных вузов в основном возникали вопросы отношения министерства к различным аспектам университетской деятельности. В том году тоже вместе с федеральным университетом попали в рейтинг «Таймс». Вопрос, у министерства есть позиция, связанная с международными рейтингами, этими рейтингами, потому что отчасти международные рейтинги, они начинают после первого захода требовать дальше определенные деньги на обслуживание. Но, откровенно говоря, жалко и неохота. А министерство как вообще на эти рейтинговые системы смотрит? Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации отметила, что рейтинги необходимы для позиционирования вузов, а также для поиска партнеров среди других университетов. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз.